Вот интересно, кому-то вот такая фотография, допустим, вот такая нерезкая, она может показаться, ну, не очень интересная, да, такая вот, как бы. Меня она интересует, здесь человек, в общем-то, да, он размазан, расплывчатый, здесь есть его силуэт, но он обобщенный, он нерезкий, у него нет очертаний. Но вот тут есть другие элементы, которые попадают в кадр, которые достаточно резкие, да, то есть он шевелился, здесь не шевелился, выдержка-то была полсекунды, вот. Но я еще подумаю, этот ли кадр я буду брать, вот, допустим, здесь я уже обрезать вот эту часть не могу, вот, и, ну, может быть, что-то потом я, может быть, сделаю. Сейчас я буду просматривать материал на более удачные кадры, вот здесь у меня было полсекунды, что дает полсекунды? Сейчас, когда увеличиваем, да, на 200 единиц полсекунды человек в мягке, в общем-то, видишь, шевеленка какая-то была, и поэтому при этом нет вот этой изощренной резкости, правильно? То, о чем я вот говорил, что я не хотел бы, чтобы у меня в портрете было все, вот, прям, безумно резко. Вот, но, сейчас я еще дальше пройду, это потому что диафрагма здесь была достаточно глубоко закручена, вот. Тут резкий даже вот, вот предметы, которые стояли, да, задний фон у меня получился тоже достаточно резкий, а вот человек не резкий, человек мягкий получился, вот этого я добивался, вот это на открытые дырки я делал, вот это у меня идет пересвет, можно ли с этим справиться? Наверное, можно, только немножко погонять, но вот я выбираю, здесь вот у меня заваленный кадр, я могу выправить, конечно, но я не хочу, чтобы вот это вниз ехало. А с другой стороны, вот фаз, да, сейчас посмотрим, так, так, сейчас посмотрим, на что, на чем я остановлюсь. Вот многие снимают, да, ну так сдвигают по композиции, да, вот совсем, я уж совсем сильно не стал сдвигать, чтобы куда-то, здесь вот это пространство, оно, с одной стороны, да, вот этот элемент работает, для нас, и мы знаем, что это кран, то есть, все, вода, как река, да, она течет, течет, как время течет быстро, да, но здесь у него в глазах есть какое-то напряжение, здесь у него, вот, еще два элемента очки, да, то есть, у человека два зрения, то есть, есть одно зрение, которое он сейчас смотрит, другое, которое вынужден принимать, потому что ему нужно что-то рассмотреть, вот, здесь он чуть-чуть улыбается, есть, вот, вот это уже гораздо интереснее, на мой взгляд, здесь гораздо интереснее, здесь нету его глаз, да, он сам в себе. Вот тут шевеленка, тут вот, как раз вот эта шевеленка, и вот это вот все, что происходило, зато здесь вот элемент такой жесткий, рука в спокойствии, задумчивости, и, и, и вот это вот шевеление, но к портрету это отнести нельзя, то есть, ну, прямо вот к такому портрету, что вот нужно, а вот тут он уже резкий, тут, так, такой роденовский мыслитель получается, да, который размышляет. Здесь вот тоже не хотелось бы в портрете человеку мнять лицо, хотя, с другой стороны, элемент этот может быть. Другой вопрос, вот, что мы сделаем, вот, к примеру, если мы в редактор перейдем, я попробую его сейчас соотношение, ну, допустим, если я даже возьму соотношение квадрата, вот. Другой вопрос, какая это будет композиция, вот. Если мы убираем все лишнее, то вот у нас вот это, и элементы вот по диагонали работают, у нас к этому и к этому возвращается, все остальное второстепенно. Но, к примеру, оставим так. Здесь, здесь человек в интерьере, вот, чтобы показать время его присутствия, такой портрет в интерьере получается. Но смотрим дальше, здесь, вот, так, вот это, вот это интереснее, может быть, сейчас посмотрим еще. Ага, вот, вот, вот это портрет в интерьере. То есть здесь есть все, как бы, вся атмосфера, в которой присутствует человек. Другой вопрос, что мне хотелось захватить, как бы, все, вот, но лишнее я могу обрезать, потому что, допустим, так, потому что мне, допустим, что вот здесь мне нравится в композиции. Я хочу его, я хочу исправить, я хочу исправить вот перспективу, допустим. Я не люблю, когда широкоугольник заваливает вот эти углы, да, то есть я хочу сделать фронтальную просто, фронтальную картину, потому что вот эти все заломы, они психологически работают на фотографии. Вот, теперь я попробую это исправить. Я исправляю. Вот, все, у меня выровнялось, от угла идет достаточно ровно. Опять же, мне не нравится эта часть, ее можно затемнить потом. Я сейчас ее попробую только лишь обрезать. Допустим, вот эта часть, вот эта вот мешает, она вот здесь, почему? Она вот, вот одна часть круглая, вот она, да, вот здесь еще элемент. Но вот что происходит? Ну, тут круглые часы, они далеко, они не попадают в нашу зону нашего действия. Но вот это на это отвлекает. Если я сейчас вот так вот прямо напополам его обрежу, вот, и немножко сделаю вот то, что я хотел сделать, вот, допустим. Попробуем сделать так. Так, вот этот элемент мне тоже не нравится. Я его вот сейчас покажу. Вот, я обрезаю так, и вот по эту самую верхнюю часть. Потому что она здесь, она будет сильно, сильно, сильно отвлекать. В результате получаю кадр 16 на 9. Практически, практически я попал, наверное, в самую точку. Вот, мне вот этот элемент не нужен. Все, теперь этот элемент не напрашивается. Другой вопрос, как я его могу затонировать, там, и так далее, и так далее. Там, темнее сделать или светлее. Все, оставим этот кадр, поедем дальше. Ну, а здесь тем же самым. Я вот теперь смотрю, вот у него руки, очки. И вот ХДР. Вот вся разница в чем. Это ХДР. Здесь все в тени, все как-то так. Тут у нас вылезло много деталей. Но я проделываю ту же самую манипуляцию, искривление. Фотографам надо, во-первых, узнать свойства своей камеры. Что она делает и как она делает. Это раз. Во-вторых, снимать все, что нравится, а потом, уже просматривая материал, посмотреть, что хорошо, что плохо. Вот. И еще лучше, конечно, не стыдиться, обращаться, приходить на тот же фотоклуб. Если вот у нас, почему фотоклуб, не фотошкола? Ты принеси карточки, мы тебе разберем ее в пух и прах, и это тебе даст большую пользу. Причем люди, которые постоянно ходят на фотоклуб, в общем-то, вырастают. Именно вырастают. Потому что это сразу видно. Человек год назад снимал, и сейчас снимает. Это большая разница. Причем это совершенно все бесплатно. И почему там идет разбор и классической фотографии, и, так сказать, авангардной, и так далее, и так далее. Есть смысл просто человеку не стесняться, а потом сообщество фотографов. Ты когда оказываешься среди людей, которые так же этим увлечены. Другой вопрос. Тебе так же могут и не нравиться, он придет, этот человек, и ему могут и не нравиться мои фотографии, могут нравиться чьи-то. Но потом разобраться, как видеть фотографии. И что такое фотография. Вот это, на мой взгляд, нужно человеку обязательно знать. Ну и что, он может идти по одному пути. Фотографировать. Вот, людям это нравится и хорошо. Вот, ему пишут, он ты гениальный, и так далее. Человек потом начинает посылать фотографии во всевозможные выставки и прочее. И вот он быстренько раз и обламывает, да, фиаско. И он что начинает? Первое. Он зачастую не думает. Вот, меня там залажали. В основном так говорят. Да тупари они все. Это у меня классная фотография. Они там ни хрена не разбираются. Вот. Это первое, что вот приходит. Это дилетантский такой подход. Дилетантский, самый настоящий. Вот. А потом, и многим нравится, что их здесь хвалят хорошо. Ну и они, в общем-то, видят, что все равно они проигрывают. Начинают потом со временем видеть, что они проигрывают на фоне тех фотографий, которые им нравятся у кого-то. Вот. Но они не делают для себя этого анализа. Почему? То есть, я бы так сказал, как говорил Басер, не следуй по стопам своих предшественников, а ищи то, что искали они. Вот это вот только вдуматься. Можно повторять, а можно повторить, но все-таки искать.